В прямом эфире. Ура! И мы в прямом эфире. Всем большой-большой привет, привет, привет. Всем мышух, всем шлю сердечки от моего чистого, жаркого сердца. Вот. Сегодня отвечаю на вопросы, ну, на чаще всего задаваемые вопросы. По поводу того, что у нас такое, что со зрением обычно бывает, от чего бывают проблемы со зрением. Вот. И как они вообще, как они убираются. Можно ли убрать проблемы со зрением точно с помощью упражнений? Нельзя только с помощью упражнений убрать проблемы со зрением. Почему? Привожу пример, который я приводила уже миллионы раз. У меня был несколько лет назад мужчина, бывший спортсмен пришел, который, значит, занимался упражнениями по методике Жданова с тренером, который работал по методике Жданова. Вот. И, значит, вот этот прекрасный мужчина пришел к этому тренеру Ждановскому с минус шестью. Один глаз минус шесть, другой минус шесть с половиной. А ко мне он через два года обратился со зрением. Один глаз минус двадцать четыре, второй глаз у него был минус девятнадцать. Вот вам, пожалуйста. То есть он накачал. Показываю, значит, глаз. Вот он практически шарик, да, шарик. Когда мы надавливаем мышцами на шарик, что с ним получается? Вот. Мы надавили мышцами на шарик. Вот. Он вытянулся. То есть на самом деле у нас происходит, что вот когда мы мышцы прокачиваем, они начинают активнее давить на этот шарик. А еще мы очень с вами любим гипнотизировать объекты, да, вот гипнозом занимаемся, да, то есть мы не моргаем. Веки же нам, которые нам, по сути, создатель дал, они же как бы, мы забываем о них, да, то есть мы их не используем. И происходит что? Происходит буквально следующее. Мышцы глаз все время находятся в напряжении, они постоянно давят, 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 давят на глазное яблоко, и оно постоянно... И далее, значит, туда вытягивается, вытягивается, вытягивается и вытягивается, превращаясь в огурец. То есть вот вам, пожалуйста, упражнения хваленые. Чем отличается моя... Чем отличается твоя методика-то? Ты что, там упражнения не даешь, что ли? Даю, но они другие. То есть мы не занимаемся исключительно упражнениями, а мы гармонизируем работу мышц. То есть мы делаем так, что у нас мышцы вовремя напрягаются и вовремя отпускают глазное яблоко. У нас очень много там практик, которые дают возможность расслабить мышцы глазные. Вот. То есть имейте в виду. То есть нам необходимо гармонизировать. Еще очень важная штука. А как так получается? Вот я занимаюсь-занимаюсь, что там у меня происходит, да, вроде улучшения-улучшения, а потом раз и обратно возвращается. Бывает и такое, что у человека стопроцентное зрение восстанавливается, да. То есть вот ему сделали операцию, слава тебе, Господи, да, слава Всевышнему, вернулось к нему стопроцентное зрение. Это большая редкость, кстати, действительно, потому что операция – это всегда, ну, какие-то побочные эффекты все равно есть. Вот. Вернулось зрение через некоторое время. Ой, сделайте мне еще одну операцию, пожалуйста. У меня что-то не очень хорошо глаза стали видеть. Почему? Да потому что. То есть на самом деле вот сделали операцию, глаза через какое-то время вернули ту же форму себе. Почему это произошло? Элементарно, ребят. Дело в том, что у нас мозг, все, что происходит в организме, да, оно происходит не случайно, не так, что вот ни с того, ни с сего. Мне говорят, ой, я перерабатываю, я очень много сижу там в компьютере, в телефоне, вы знаете, а я знаю лично очень много людей, у которых работа связана с компьютером и с телефоном. У меня есть один знакомый программист, он не просто программист, он руководит отделом программистов, то есть он свою работу выполняет, еще следит там у него несколько человек программистов. Так вот у него идеальное зрение, ребят, несмотря на то, что он много глазной работы делает, да. Есть знакомый фотохудожник, который занимается тоже очень много, ну, сами представляете себе, да, вот она нафоткала, а ей потом это все обрабатывать. У нее идеальное зрение. Есть знакомые группа, группа, там, муж, женой, фотохудожники, они очень много работают, но при этом у них у обоих, и у него, и у нее идеальное зрение. Как так получается? Потому что у них вот здесь вот стоят нормальные программы. Вот привожу пример. У меня не так давно была женщина, с которой, вот вы знаете, вот у меня вот идет восстановление, идет, но не так быстро, как бы хотелось, и вообще сейчас затормозилось. Давайте думать. Начали думать, нашли с ней проблему, из-за которой у нее началась, ну, вот, вот это вот. Ну, короче, минусы у нее пошли. Нашли мы с ней эту проблему, начали мы ее прорабатывать. Значит, нашли одну проблему, проработали, убрали эту программу из головы у нее, да, негативную. Потом, значит, полезли дальше искать. Нашли несколько таких программ, которые ее тормозят. Убрали эти программы, и она говорит, ой, слушайте, ну, то есть мы с ней работали вот сколько, 50 минут, да? За 50 минут мы проработали несколько причин, проработали полностью, то есть убрали из головы программы. Вот, и буквально она мне говорит, слушайте, я буквально вот сейчас вот вижу, что у меня зрение-то стало лучше. То есть вот вам, пожалуйста, реальная причина. Мозг устроен так, что он... Чего-то вы испугались, вы раз испугались этого, два раза испугались, три раза испугались, потом начали пугаться чего-то подобного, да, похожее на это. И вот вы начинаете этого пугаться, и мозг такой, блин, она же у меня пугается этого, так, закрою я ее. И он делает так, что вы, ну, недостаточно хорошо, мутновато видите, и это вас уже не пугает, понимаете? Вот, когда такие моменты набираются у вас, вот испугало это, 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 там одно, другое, пятое, десятое, там так далее, вот, напугались. И мозг для того, чтобы вы не нервничали, не стрессовали, он устраивает вам вот такую защиту, он надевает на вас вот такой вот, как бы, ну, в его восприятии, да, такой защитный экранчик, да, чтобы вы не видели, чтобы вас это не пугало. Только и всего, понимаете? Только и всего. Вот. Отчего бывают вот такие вот, откуда возникают такие вот программы, да, очень частый тоже вопрос. Откуда они возникают? Из ничего? Нет, не из ничего. Они возникают, например, из воспитания. Вот смотрите, значит, наши родители, они жили вообще в прошлом веке, в прошлом веке, в начале где-то, да, ну, в середине прошлого века, понимаете? То есть, ну, вот сейчас смотришь какие-то, я не знаю, старые фильмы, смотришь даже конца прошлого века, они уже к нам как бы отношения имеют такое опосредованное. Мы сейчас в другое время живём. У нас совершенно другие технологии, мы пользуемся совершенно другими вещами. То есть мы другие, у нас другие потребности, как бы, да, естественно, поесть, попить, поспать, естественно, оно осталось, да, но у нас другие вкусы даже появились. И не потому, что мы там такие все крутые, прикрутые. Нет, потому что вы едите что-то, и у вас вкус меняется, да, то есть чем больше там каких-то приправ, которых не было в то время, например, тем больше вам хочется вот в свою жизнь привнести вот этих приправ каких-то, да. Чем больше вы каких-то разнообразных продуктов применяете, тем больше вам хочется вот этого разнообразия в жизни, в еде. Да и не только в еде. Родители, например, вообще не путешествовали, понимаете, вообще. Ну, вот мои родители, ну, побывали они где-то в Ейске, где-то в Прибалтике, ну, кстати, по всей Прибалтике они поездили. В Сочи. И все, понимаете? И все. А вот, например, моя двоюродная сестра, мне кажется, они объездили вообще весь мир. И она, и ее мама, они вообще, и мамы ее, мне кажется, они вообще еженедельно выезжают. Ну, вот, кстати, самое интересное, что ее мама, которая ровесница моей мамы, она мыслит совершенно по-другому. То есть, понимаете, вот в чем разница. И вот эти люди, которые остались в прошлом веке, в середине прошлого века, в начале прошлого века, у них другое мышление, у них другие программы здесь. Вот. А мы, воспитанные этими нашими родителями, не потому что они там зло на нас стояли. Вот, я сейчас научила свою дочь, своего сына, вот этой ерунде. Пусть потом выкорочивается. Нет, они хотели нам, естественно, добра и счастья. Вот. Но тогда другие были требования, тогда другие были времена, тогда другие были совершенно методы воспитания. Вот. И мы вот это все применяя сейчас, то есть, ну, примерно так же, как, ну, например, да, сели вы в автомобиль, а вам говорят, так, ехать только со скоростью, средней скоростью велосипедиста. Только со средней скоростью велосипедиста. Ничего вот из тех приборов, которые там вам дают какие-то возможности, да, там, ну, я не знаю, кондиционер, например, включить. Нет. Подсветку, например, какую-то, да, включить. Даже вот фарами помигать. Нет. Ничего вообще. Только со средней скоростью велосипедиста. Зачем тогда мне нужен этот автомобиль? А он у вас есть. Вот примерно то же самое. Это я вот такой пример привела. То есть вот происходит такое. И естественно у нас идёт протест мозга против того, что нам это как бы навязано. То есть ну тебя навязали? Ну делай тогда, попробуй. Вы пытаетесь сделать, но не вписывается в нашу сегодняшнюю обстановку вообще никак. И опять же получается чего? Прячься. Вот такая вот интересная у нас история происходит. Вот значит, что она говорит? Вот например, это мне так иногда. Вот что ты рассказываешь? Ну как? Ну вот смотри, вот глаз, вот ты же сама сказала, что он вот вытягивается, он как огурец становится. Там астигматизм страшный. Как этот огурец можно вернуть в нормальное положение? Можно, ребята, можно. Мы используем огромное количество различных практик, которые на физиологическом уровне, на неврологическом уровне, на психологическом уровне. Мы используем энергетику, энергетические практики. Мы используем практики йоги. То есть мы работаем в разных направлениях, и глаза у человека становятся вот из этого огурца, они начинают приходить в нормальное состояние. Вот. Здесь на канале есть мой разговор. Я разговаривала у нас вдвоем, мы разговаривали с женщиной, которая пришла, у нее было минус 20. Очки она носила 35 лет. 35 лет. Прикиньте. Сейчас у нее зрение, вот у нее в середине февраля было зрение минус 14 уже. То есть смотрите, она прозанималась, в середине февраля она сходила к доктору, к окулисту. Причем она мне сказала, я хожу не к одному окулисту, вдруг ошибка. Я хожу к двум, а то и к трём. Вот. То есть она сходила к окулистам, и окулисты ей поставили там, значит, что у нее 6 диоптрий ушло. Вот вам, пожалуйста. Это было в феврале. В феврале у нас когда был. Вот. Уже в мае она мне говорила, говорит, Людмила, я стою сейчас на балконе 8 этажа, я смотрю вниз без очков. А на очки уже потом как начала заниматься, она вообще не надевала их. Я стою на балконе 8 этажа, и я прекрасно вижу, как едут, едет транспорт, и я вижу номера на машинах. Представляете? Без очков, с 8 этажа. Муж удивляется. Муж у нее удивляется тому, что неужели ты видишь? Она говорит, вижу, как же так? Вот так, вижу. Вот. И еще она сказала, она говорит, вы знаете, я поняла, что очки и линзы, они скрадывают изображение. То есть, понимаете, вот это наша защита, эти наши щиты на глазах, они все равно что-то у нас забирают. То есть, цветность уходит, да? То есть, вот эти вот линзы, все равно цветность другая. Очки, естественно, боковых у нас, боковое зрение практически совсем отсутствует. Вот она сказала, я поняла, что я не буду надевать ни очки, ни линзы. Кстати, рисовать начала. Очень красивая картина пишет. Очень красивая. Бизнесом занимается. Вообще полностью изменилась. Женщина изменилась полностью. То есть, понимаете, мы, если мы просто занимаемся упражнениями, да, вот как этот мужчина, который с минус шестью пришел заниматься упражнениями и накачал себе глаза до минус двадцати четырех и минус девятнадцати. Ну, классно, да? Вот. То есть, если у нас программы остаются, то мозг у нас продолжает прятать. И, в общем-то, ничего хорошего из этого не происходит. Вот. Прячься? Ну, прячься, прячься. То есть, когда мы начинаем понимать, что что-то тут не так, когда мы выходим из этих программ, когда у нас появляются другие программы... Подожди, а кто тебе это запретил-то все? Кто тебе вообще все запретил? У меня сейчас была консультация. Буквально за три минуты до нашего эфира я закончила консультировать женщину. Вот. Она очень скромная. Просто вот скромнее не придумаешь. Вы не поверите, но я сама была... Некоторое время, ну, сколько-то лет назад я была сама такая. М-м-м... Молчи. М-м-м... Да, я буду молчать. Вот. И пока она не поменяет свое мнение о себе, пока она не удостоверится в том, что она тоже много чего может, а мы правда можем, когда захотим. Мы горы можем свернуть, если захотим. Это правда. Вот. Пока она не сделает этого, вот в голове у себя переменит все, до этого момента попало в глаз и больно гложет. Мои страдания, быть может. Сейчас избавлю вас от них. Вот. Пока она не сделает этого, в зрении у нее ничего не поменяется. Опять же, несколько лет назад у меня была одна очень интересная женщина, которая мне рассказала, что... Вот мы с ней занимаемся, да? Занимались. У нее зрение улучшается, и она меняется, что характерно. И она мне говорит, а у меня на работе вот коллега, ей сделали уже пять операций, а шестую делать никто не будет, потому что там изрезано все. Ну что, там же режут роговицу? Режут, 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 режут. В конце концов, там резать уже нечего. И делать уже никто ничего не будет. То есть вот, пожалуйста, в голове ничего не поменялось. И вот они ее ей и резали. Вот такие вот дела. Значит, что хочу сказать? В дополнение ко всему вышесказанному, хочу сказать, что, наверное, эту рубрику... Даже не наверное, наверняка эту рубрику мы продолжим вести. Значит, мы с моей ученицей, которая у меня училась и открыла свою школу в Казахстане. Она, естественно, периодически ко мне обращается. Она спрашивает, когда сложные случаи, она спрашивает, что и как. Вот я ее консультирую. Вот. Мы с ней продолжим выходить в эфир. Она будет задавать вопросы от своих слушателей, своих учеников. Вот. Значит, потому что это интересно. И мне интересно, и ей интересно, и вам, я надеюсь, тоже. Вот. Что хочу сказать, ребята? Те, у кого действительно со зрением не очень хорошо, так скажем. Буквально вот сейчас, 5-го числа, у нас начался новый курс. Ну, в смысле, обновленный курс, 60-дневный, с группой поддержки. Что это за группа поддержки такая, объясняю? Что это такое вообще? Группа поддержки – это, значит, у нас девочки, которые занимаются тем же самым, что и вы. Вот у них серьезные проблемы со зрением, да. Недостаточно хорошее зрение. Вот. Почему я говорю недостаточно хорошее зрение? Почему я не говорю, ой, у них плохое зрение? Потому что, когда вы говорите, что у вас плохое зрение, то вы себя просто уговариваете, что у меня же плохое зрение, понимаете? Вам некоторым достаточно просто сказать, что у вас плохое зрение, оно станет еще хуже. Поэтому, когда мы с вами говорим «недостаточно хорошее», у нас происходят чудесные изменения. Они очень… вообще, вот попробуйте, у некоторых получится прям сразу. У вас недостаточно хорошее, частицу «не» мозг отметает, и у вас получается так, что оно достаточно хорошее. Понимаете? Вот. То есть лингвистическая хитрость такая. Вот. Значит, занимаются в группе поддержки те, у кого такое же недостаточно хорошее зрение, но оно хуже, чем у многих, да. То есть они уже одной группы поддержки, и второй группы поддержки, и третьей группы поддержки, но у них улучшения идут, 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 идут. То есть зрение все лучше, и лучше, и лучше. Я уже говорила, там, значит, у нас и физиология, и психология, и психосоматика, элементы йоги, элементы энергетики, расслабляющие мероприятия, массажи, там, значит, медитации. Причем некоторые девочки какие-то свои элементы тоже говорят. Ой, а вы знаете, я вот это вот попробовала, мне очень помогло. Вот. Иногда у нас там, значит, а давайте мы с вами будем сегодня устроим там день, например, апельсинов или мандарин. А мне нельзя мандарины, апельсины. Ну, хорошо, давай тогда морковку ешь. Вот. Или там, я не знаю, салат давайте сегодня будем есть. Томаты и огурцы. Все. Вот, помидоры и огурцы. Вот. В общем, у нас там все, понимаете. Вот девочки ведут урок и рассказывают. Вот сейчас делаем так, сейчас делаем так, сейчас делаем так, 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 так. То есть это достаточно коротко. Все это вот прям наглядно. Повторяйте вместе с ними. Все. Значит, чем отличается еще этот курс? Тем, что там не нужно делать из-за дня в день одно и то же. Потому что это скучно, а мозг, если заскучает и будет делать на автомате, то у вас уже эффект будет гораздо хуже. Эффект пойдет вниз, не вверх. Вот. Пойдет регресс, а не прогресс. Поэтому там все разные уроки. То есть в 60-дневном курсе нет двух абсолютно разных. Нет. Ой, одинаковых, хочу сказать. Нет двух абсолютно одинаковых. У нас все 60 уроков абсолютно разные. И вот девочки проводят вот эти уроки ежедневно, два раза в сутки, утром и вечером. Если кто-то не успевает на это все, то, значит, можно сделать это в записи. У нас закрытый телеграм-канал, где происходит общение. Девочки и мальчики делятся впечатлениями, делятся успехами. И я горжусь вашими успехами, ребятоньки, честное слово. Вот я говорю, ну как не гордиться? Женщина минус 20. И она сейчас без очков прекрасно видит. Она говорит, я прекрасно хожу по городу, я все вижу. Все прекрасно, идеально. Вот. Ну как не гордиться? Она не одна такая. Таких у меня, ну, прям прилично много-то, понимаете? Ну вот это, ну, она изменилась настолько, просто вот из золушки стала королевой. Понимаете как? Вот. Ой. Вот. Так что люди меняются. У них меняется отношение к себе. У них меняется отношение в семье. Вот, кстати говоря, да. У меня были разные люди. Мы начинали выяснять, что же у них не так. У них налаживались отношения. Там, значит, жена с мужем прекрасные отношения, да. А муж с женой, там, значит, между детьми и родителями налаживались отношения. То есть вот здесь меняем. И мы настраиваем себя на позитив, да. На восприятие себя и восприятие мира. Другое, понимаете? Вот. То есть помимо того, что мы работаем со зрением, мы еще работаем со своим психологическим состоянием. Помимо этого, да. То есть у нас как бы два в одном получается. Вот. Значит, помимо всего прочего, у нас там есть неделя, когда мы занимаемся своей фигурой. То есть уже три в одном получается, да. Вот. То есть у нас там гимнастика, очень интересная гимнастика, профессионал у нас там, которая выигрывала конкурсы. Вот. Так что welcome, если хотите, пожалуйста, приходите. 60-дневный курс у тех, у кого маленькие минусы. Минусы начинают уходить достаточно быстро. То есть у тех, у кого там минус полтора, минус два, можно почувствовать уже где-то недели через две, через три, что все. Все, я уже вижу прекрасно, нужно просто эффект закрепить. То есть если не поменяешь в голове, еще раз повторяю, то этот эффект и улетучится. Вот. Имейте в виду просто, да. У нас сейчас, в честь моего грядущего дня рождения, да, девочки меня хотят поздравить таким образом, то есть, да, вот, курсы классные, все. У нас сейчас идет акция 70-процентная скидка, огромность, ребят, просто колоссальная скидка на все. То есть вот по этой акции можно приобрести курсы, значит, да, мы работаем и со стигматизмом, да, мы работаем и с катарактой, мы работаем и с глаукомой, да. Господи, с сетчаткой вообще просто, можно сказать, волшебство. О, много лет назад ко мне обратилась девушка, у которой был, значит, был разрыв и отслоение сетчатки. Это был первый случай, когда ко мне обратились только вот с этим, да, и это была вполне серьезная такая проблема. То есть у нее глаз вообще, ну, ужас и кошмар, что там было. Вот. Я, честно говоря, боялась даже. То есть я была на связи круглосуточно, и я ей дала рекомендации. И вот 21 день, она говорит, Людмила, мне можно выходить из дома? Я говорю, да, можно. И вот они с родителями поехали. Разрыв и отслоение сетчатки, ребят, это страшное дело, правда. Вот. И они с родителями, она с родителями поехала в клинику, в другую, не в ту, в которой ее проверяли. Изначально ей сказали, срочно, срочно операция. Вот она приехала в клинику, я посмотрела, говорит, а у вас нет ничего, вы что говорите-то? Где у вас разрыв, где отслоение? Она говорит, ну, вот же снимок. Посмотрели снимок, там собрался коллоквиум окулистов. Вот. Да, да, ну, слушайте, ну, вот, а вот здесь давайте мы вам на всякий случай все равно еще вот возьмем и приварим немножечко. Она говорит, а зачем, если вы мне сказали, что у меня все отлично? Ну, вообще-то да, вообще-то да. То есть вот, это было уже много лет назад. Вот, вот, сетчатка, да, прям вот на раз. Ну, не на раз, конечно, нет. Это я утрирую. Значит, был еще случай, когда женщина ко мне обратилась, у нее 8 лет назад, на тот момент, когда она ко мне обратилась, был разрыв отслоения сетчатки. Сетчатка была очень тонкая, ей сказали, в Дубае она живет, ей сказали, нет, мы не будем делать тебе, женщина, этого, нет, ша. Вот, и она, значит, ой-ой-ой, и как же быть? Ну, живи как-нибудь, у тебя второй голос видит. Вот, она обратилась ко мне вот как раз после той девушки, которая, да, у меня, кстати, есть запись, она счастливая такая. Она записала там голосом прям, вот, там, значит, и она, и мама, и отец, то есть это прям классно, восторг. Вот, и, значит, вот эта девушка ко мне обратилась с давним уже отслоением и разрывом, и мы с ней начали ее глаз ремонтировать. И она долго этим занималась, у нее не было возможности, как у той, прямо, и заниматься только собой, не было. И поэтому у нее долго это все шло, но, тем не менее, заросло так, что когда она пришла в центральную клинику, вот, врач ее осмотрел, и то же самое ей сказала, а где у вас? У вас все отлично. Она говорит, ну, как же, вот же у меня, вот, то же самое, что вот здесь на снимке, ну-ка, пойдем. Посмотрел, говорит, да, а как ты это сделала? Она говорит, вот так, вот так, вот так, вот вам, пожалуйста. То есть вот эти все проблемы, да, мы можем с этим работать, да. Если кому-то надо, ребят, правда, воспользуйтесь, акция просто, ну, правда, персик, не акция, персик. Значит, курсы по работе с глукумой, по работе с катарактой, по работе с сетчаткой, со стигматизмом, с плюсами и минусами, пожалуйста, вот вам, прям на блюдечке с голубой каемочкой. Кому надо берите. Вот, это реально работает, причем работает это, ну, правда, классно. Вот, правда, классно. Поэтому, ну что, берите, если вам действительно нужно. Если не нужно, тогда нет, не надо, вам не надо, не надо, не надо. Будьте с недостаточно хорошим зрением, все, договорились на этом. Значит, вам оно действительно нужно. То есть, смотрите, до тех пор, пока вы не надумали себе починить глаза вот таким способом, да, да, любым способом, значит, у вас есть какая-то вторичная выгода, значит, вам нужно вот это самое зрение, чтобы спрятаться. То есть, вы в домике, все время в домике. От кого, от чего, вы даже не пытаетесь задуматься. Вот. А мы вот это все выясняем, вот, и мы делаемся сильнее и умнее, и жить нам становится интереснее, веселее и проще. Вот, так что вот так. Ну что, еще раз, значит, всем спасибо огромное за то, что вы прослушали все это вот кино, что называется, да. Вот, удачи вам в вашем, я не знаю, в вашей жизни, удачи вам в ваших делах и выздоровления, выздоровления и еще раз выздоровления от ваших всех проблем со здоровьем и созрением. Те, кому понравилось, ставьте сердечки, мое горячее сердце вам посылаю. Вот, всем пока-пока, но я точно знаю, что мы все равно увидимся. Вот моя вот эта вот ученица, с которой мы проводим ответы на вопросы, вот она вернется из отпуска, и я вернусь из отпуска, я сейчас пошла в отпуск. Вот, с завтрашнего дня. Вот, мы вернемся, и мы ответим на кучу интересных вопросов. Всем пока-пока. Всех обняла. Приподняла. Ну, все. Да. Да.